Зрители говорят, что по нашей одежде сразу можно определить, кто будет с золотой картой, а кто со 100 долларами. Да ладно. Не знаю. Доброе утро, друзья! С вами Орел Ришков. И мы прилетели в Америку, на этот раз в Южную. Мы в Перу, в городе Куско. Да, где древние руины цивилизации инков, где живут индейцы кечуа и вандах высотой три тысячи метров. Ооооо, легче. Что? Откуда ты все это знаешь? Почитала журнальчик, пока летели. Слушай, а там астрологический прогноз был, что там по близнецам? По близнецам не знаю, но вот у рыб сегодня точно все будет чики-пуки. Да, конечно, конечно. Орел, Решка, привет Куско! А гороскопчики-то перуанские не врут, не врут. Рыбный день сегодня даст. Саша, может к бабке сходить, чтоб отшептал, а? Непруха какая-то вообще. Шесть лет назад Жанна и Андрей прилетели в Куско, чтобы увидеть затерянный город инков – Мачу-Пикчу. Но не одним Мачу-Пикчу славится древняя столица инков. Куско – это странные обычаи индейцев. И неразгаданные тайны умершей цивилизации. Головокружительные высоты. И шедевры, созданные природой. Куско – это приключение на пределе возможностей. Завтра же увольняюсь. Куско находится на высоте 3400 метров. Чем больше высота, тем ниже давление воздуха и процент содержания кислорода в нем. Для неподготовленного туриста это означает горная болезнь. Сейчас, я присяду немного, потому что говорить очень тяжело. Горная болезнь – это головная боль, одышка, желание все время сидеть. В аэропорту не зря ежурить скорая помощь, потому что некоторые туристы из аэропорта уезжают в гостиницу не на такси, а на этой карете. В Перу едут за приключениями в деревне индейцев и раскрыт секреты древних руин. Феррари или Ламборджини никак не подойдут на эту роль. По перуанским горам, полям и разбитым дорогам лучше всего рассекать на вот таком внедорожнике. Грязевые шины, противотуманные фары, крепкая несущая рама. Ну елки-палки, ну опять три педали. Мы уже такое проходили, у меня не получается. Внимание! В прокате такие вездеходы дают только с механической коробкой передач. Была у меня уже история с механикой на Канарах. Весь отдых превратился в сплошной кошмар. Так, ладно, спокойно. Выжимаем что-то там. Сцепление, тормоз. Правильно? Пока идем неплохо. Ручничок выжили. Скорость. А так… Гадское сцепление. Попробую плавнее. Прежде чем пытаться уехать в центр Куско, нужно обменять 100 долларов на местную валюту. Аккуратным движением руки 100 долларов превращается в 314 соли. Соль – это место перуанской валюты, в переводе она звучит как солнце. И знаете, если учесть, что древние инки поклоняли солнцу, то спустя 600 лет ничего не изменилось. Добраться в город можно и на автобусе за 25 центов. Но Перу – недорогая страна. Так что попробую поторговаться за такси. Их тут полно. И делятся они на три типа. Тип первый – элитный. Водитель одет с иголочки, тачка новая, комфортабельная. Если ты один, то 40 соли. Друзья, давайте включать логику. Куско – это супер туристический город. А первыми, кто хотят нажиться на бедных туристах, это, конечно же, таксисты. Поэтому не берите такси сразу в аэропорту. Немножечко пройдитесь. И тут мы видим тип второй – бизнес. Водила в мятом костюмчике. Машина средней свежести. Такси? Куэнта? 35 соли. Я же говорил, чуть-чуть дальше. Выходите из аэропорта на дорогу. Тут можно поймать обычных таксистов, с которыми можно торговаться. Итак, третий тип – эконом. Водитель в рваных джинсах. Машина побитая. С искусственным мехом на торпеде. Двадцать соли. Двадцать соли. Много, давай поменьше. Можно еще дешевле поймать. Десять. Не, десять. Окей. Найн. Хорошо. Ни тебе, ни мне, окей? Там 35-40, здесь 10, которые превратились в 9. Чувствуете разницу, да? Куско – это один сплошной недострой. Дороги здесь ужасные и вы можете это видеть, потому как трясется камера. На окраинах города туристам ловить нечего. Тут все сразу едут в древний центр Куско. Когда ты приезжаешь в исторический центр, вот здесь ты понимаешь, почему в этот город прилетает полтора миллиона туристов в год. Здесь красиво. И там красиво. И вот там красиво. Да тут вообще, куда ни посмотри, везде красиво. Наверное, лучше выйти из кадра, вот будет еще красивее. Куско – бесспорно один из самых красивых маленьких городков в мире. С виду он на сто процентов испанский. Соборы. Домики с резными деревянными балконами. Ратуша. Но живут тут самые настоящие перуанские индейцы. Они берегут свои традиции. Ходят в цветастых костюмах, носят за плечами тишеленные сумки киперины. На празднике играют не на гитарах, а дудят в ракушку. А вместо собак держат детенышей альпак. Кого-то она мне напоминает. Настю! Тоже все лицо в веснушках. Очень смешно, Антон. Но мне сейчас совсем не до тебя. Как мы проедем, я не знаю. Господи, 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 господи. Первое наблюдение говорит о том, что автомобилистам здесь быть крайне сложно. Потому что обратите внимание, насколько узкие улочки, они тут вообще не приспособлены для автомобилей. Хотя, конечно, откуда испанцы 500 лет назад могли знать, что я тут буду разъезжать на своем вездеходе. Знаете, я вот сейчас отчасти даже завидую Антохе. Потому что у него есть возможность погулять пешком и насладиться вот этими красотами. И дойти от одной до другой вообще не проблема. Надеюсь, этим он сейчас и занимается. Как ты догадалась, Настя? Я как раз этим и занимаюсь. Куско очень интересно устроен. Тут домиком в испанском стиле основанием часто служат остатки древних индейских храмов и крепостей. Друзья, это древняя стена инков, которой минимум 700 лет. Очень интересная штука. Вверху этой стены крупные камни, а вот здесь, посмотрите, совсем малыши, маленькие. Здесь в Куско очень сейсмоактивная зона. Здесь постоянно происходит землетрясение. И чтобы стена стояла, вот эти вот мелкие камни, они выполняют роль, ну по сути, шарика подшипников. То есть вся вот эта вот глыба в случае землетрясения, она просто по ним катается на колесиках. А еще говорят, здесь зашифрованы два священных животных инков. Змея – символ мертвых. И пума, которая отвечала за мир живых. Но мне кажется, при желании тут можно увидеть хоть снеговика – символ мира замерзших. Хоть кексик – символ мира голодных. Хоть лайк – символ инстаграмщика. Ну, такое. И ты туда же. Давай, давай, давай. Вот, чуть туда. Ну что, с почином первый раз остановили. Сеньора, будьте внимательнее на дороге. Нельзя останавливаться, где попало. Я бы ж так не буду. Ну что, Настюшка опасность теперь вне закона. От постоянной ходьбы вверх-вниз мучает не только горная болезнь, но и голод. Дешевле всего тут поесть на рынке. Но не идите на центральный базар Сан-Педро. Лучше зайти на небольшой рыночек для местных. Вроде этого. Сан-Блас. Туристы его еще не распробовали. Так что цены тут как для местных. Рынок похож на наш. Вот курочка, вот мяско. Правда, не говядина, а ломятина. Вот тетушка с полозелень продает. На рынке что продают, тут же это и готовят. Я решил попробовать очень необычное местное блюдо – компот из киноа. Киноа – это крупа, то есть в принципе это то же самое, что выпить компот из гречки. У нас киноа – это новая, модная и дорогая еда. А у перуанских индейцев это завтрак, обед и ужин уже почти три тысячи лет. Выглядит это в пивном бокале ну очень экзотично. А на вкус как компот. Очень прикольно. Но она не как крупа, она правда как компот. Что за обман? Как это может быть? Киноа и яблоко. Рецепт простой. Киноа варят с яблоком, корицей и гвоздикой. И получается вот такой вот напиток. Знаете, это напоминает скорее не компот, а кисель. Он такой теплый, тягучий. Самое прикольное, что так как киноа богата белками, получается, что это протеиновый коктейль. У тебя будут расти бицепсы, в то время как у других будут расти животы. Очень удобно. Богатому туристу на внедорожнике тесно на улицах Куска. Пора искать приключения за городом. Но сначала подыщу себе ночлег. Жить я буду в супер необычном отеле. Продюсеры сказали, что это эксклюзив и только проворные и богатые туристы могут сюда попасть. Но, честно говоря, я пока не вижу никакого отеля. Может я не туда приехала? Это и есть мой отель. Sky Lodge Adventure Suits. Один из самых необычных в мире. А вот эти штуки, похожие на гнезда. Это и есть номера. Они висят на высоте 400 метров над землей. На эту головокружительную высоту нет ни лифта, ни подъемника, ни даже каких-то приличных ступенек. Все эти 400 метров нужно пролезть по крутой скале. И попытаться не сорваться вниз. Сложно поверить, что я еду заселяться в отель, да? Больше это похоже на какой-то экстремальный аттракцион. Вот эта страховка и эти два карабина – твои лучшие друзья на сегодня. Добраться до своего номера с чемоданом не получится. Тут бы самому удержаться. Ой, ребята, честно говоря, с моим страхом высоты все это дело мне уже не нравится. Еще погода такая, знаете, совсем не альпинистская. Самое прикольное, что благодаря дождю вся вот эта вот история очень скользкая. Главное не смотреть вниз. Главное не смотреть вниз. Первая часть пути – скользкие от дождя куски арматуры, на которой даже нога толком не помещается. Все выше и выше. Честно говоря, я думала, что самое стрёмное у меня было позади. Ну и нечто подобное будет впереди. Но, о боже, как я сильно ошибалась. Дальше нужно пройти по натянутому над землей канату на высоте метров сто или двести. Чтоб я еще раз согласилась на что-то подобное. Какие красивые горы, тучи, облака, свежий воздух. Я просто иду в гости в соседний дом, где меня ждет моя подружка Оля. А то я уже подхожу. Мне не страшно, потому что я сильная и смелая. Завтра же увольняюсь. Ну его нафиг. Эти выше отели. Я уже ничего не хочу. Ничего. Ни отеля, ни кровати. Мне вообще не интересно, какие там простыни, какие там стены. Все, что бы мне хотелось сейчас, это выпить горячего чая, отдохнуть и спуститься обратно. Так, пришло время подумать о жилье и я думаю начать свои поиски самого крутого и именитого хостела в Куско. Ну а вот и он, хостел номер один во всех туристических порталах. Погнали смотреть, что почем. Хостел эко-пэкерс в самом центре Куско. Какой категории? Категории? How much private? 66 долларов. 66 долларов. 11 долларов комната на 18 мест. 18 человек живет с тобой в комнате. Ну как в пионерском лагере. В старом доме. Всем добром детстве. Окей. And what's included in this price? В стоимость входит завтрак, бесплатный вай-фай и если у тебя есть такая необходимость, можешь воспользоваться прачечной. Что интересно, во всех туристических местах вроде моего хостела стоят огромные баллоны с кислородом. Если туристу вдруг станет плохо от недостатка кислорода, можно подойти и подышать. Вот если не знать, что это хостел в Перу и включить правильную музыку, можно сказать, что это какой-нибудь особняк в Испании, а я тут вроде как танцующий миллионер. Еще секундочку и я буду в своем теплом и уютном гнездышке. Настя, это твой номер. Sky Lodge. Вот кровать, вот туалет. Горячая водичка, чаек, карты, домино. Но в кровати будет потеплее. Здесь холодно. Я не представляю, как здесь можно снять кофту и джинсы и лечь в кровать, потому что дубак, колотун просто нереальный. Итак, мой номер на скале – это прозрачная капсула из авиационного алюминия размером 7 на 3 метра. В ней четыре спальных места. Вот это туалет, а вот это вот нормальная история, смотрите, друзья. Сидюнькаешь такой, сидюнькаешь. На соседнюю капсулку смотришь, как там люди спят, просыпаются, машешь им ручкой. К миру лицом, как говорится. Ни душа, ни тем более ванной здесь, конечно же, нет. Чаще всего в этом отеле останавливаются на одну ночь ради приключений и шикарного вида на долину реки Урубамба. Но сейчас, когда жуткий холод и дождь протекает сквозь крышу прямо тебе в кровать, это скорее мучение. Хорошо хоть спуститься можно на зиплайне, а не опять по этим жутким ступенькам карабкаться. Уху! До свидания. До свидания. До свиданица. Всем до свиданица. К счастью, поблизости от этого холодного гнезда на скале есть обычная пятизвездочная гостиница. Я была в аду и сейчас я попала в рай. Большая белоснежная кровать, ты бы знала, как я о тебе мечтала. Там наверху под дождем. Ребятушки, помимо того, что здесь есть божественная ванна, здесь есть раковина, здесь есть туалетик. И из него не видно соседний номер. Отличный отель. Пятьсот лет назад на этих землях была древняя империя инков. И именно Куска был их столицей. Инки выстроили Куска в форме пумы. Головой священного животного был храм Саксаюман, где поклонялись богу молнии. Интересно на него посмотреть. Храм Саксаюаман. Сейчас от него остались столько руины, но и они сносят крышу. Просто посмотрите на эти камни. Их здесь очень много. И некоторые из них весят 180 тонн. Это же по весу как самолет. Не имея никаких специальных приспособлений, их сюда притащили и подогнали так плотно, что сейчас сюда даже кредитную карточку просунуть нельзя. Как? Еще одна загадка. Как именно эти огромные каменные глыбы были так идеально вырезаны? Смотрите, даже невооруженным взглядом видно, что эти камни, они были обработаны. Они как будто стесаны. Но чем? У инков не было твердых металлов. Единственные металлы, которые у них были, это золото, серебро и бронза. Ими даже дерево обрабатывать сложно. Как они это сделали? Одни считают, что инки умели растворять камни соками растений. Другие уверены, что им помогали демоны или даже инопланетяне. Вокруг инков вопросов больше, чем ответов. Вот еще одно загадочное место – заброшенная деревня Писок. Эти горы сами по себе красивые, но инки превратили их в целый арт-объект. Издалека кажется, что это обычные ступеньки, а на самом деле – гигантские ступенищи. Будто футбольное поле сложили гармошкой. Обалдеть, вот до чего люди додумались. Представляете, раньше это была просто обычная гора. Естественно, на ней было крайне сложно что-то выращивать, так как инки жили на вершине горы. А что они сделали? Они сделали вот такие вот террасы, на которых можно было сажать все что угодно, и вода не стекала бы просто вниз с горы и поливала и удобряла почву. Это же гениально! Вроде бы звучит правдоподобно, но тут тоже вопросов больше, чем ответов. Зачем им пришлось лезть на такую высоту? Почему не сделали огород в долине? Почему деревня вымерла? Чувствую, этот уикенд будет полон загадок. Индийцы всегда были загадочными ребятами. И знаете, как колдуны или волшебники. Мне вот очень хочется побольше узнать о всяких этих шаманских штучках. И я приехала в святое место на самый настоящий шаманский ритуал. Слушайте, ну что-то уже происходит, что-то раскладывают. Это Дон Сантьяго – потомственный шаман из племени Керас, хранитель традиций инков и знаток магических ритуалов. Сегодня он проведет ритуал привлечения благополучия. Обряд начинается с открытия дверей в три мира – мертвых, живых и мир богов. Для этого нужно три листика с куста коки. Я так понимаю, после того, как мы связались с космосом, прочитали какую-то молитву, эти листья надо съесть. Потом нужно передать богам, что именно ты у них просишь. Чтобы задобрить Мать-Землю Пачамаму и бога гор Апу, шаманы начинают собирать им подарок, который будет состоять из нескольких десятков ингредиентов. В ход идут сувенирные доллары. Цветы, чтобы все, о чем я прошу, приумножалось. Разные сорта кукурузы, которые символизируют богатство. И фигурки из цветного шоколада. Каждая в честь какого-то блага. А-а-а, касса. Касса-касса. Фигурки мужчины и женщины – это для любви. Говорит, чтоб все в порядке было с любовными делами. И детей шаман не пожалел. Насыпал как для себя. Аж пятерых. Мочо-мочо, бэби. Все шаманы знают, чтобы магия была сильной, нужно принести в жертву чью-то жизнь. Потомки инков используют для этого… Зародыш ламы? Звучит неправдоподобно. Но как только Дон Сантьяго положил зародыш ламы, над нами появилась радуга. Шаман сказал – это значит, что магия начала работать. Теперь подношения сжигают, соединяя при этом четыре стихии – огонь, воду, землю и воздух. Я не знаю, как это все выглядит со стороны, но честно, мне почему-то очень хочется верить этим ребятам. Ты определенно что-то чувствуешь, что это имеет какую-то силу и правду. И это все не просто так. А вот с другой стороны непонятно, да? Мне загадали семью, загадали машину, загадали дом, загадали деньги, загадали здоровье. Вот от чего это будет? От того, что я трудолюбивая? Или действительно просто духи и космос мне помог? Вот как узнать? Никак. Просто верить, наверное. День туриста в высокогорном Куско заканчивается у… кислородного баллона. Завтра мне предстоит забраться еще выше, но такой баллон с собой не утащишь. Так что я прикупил себе специальный походный баллончик. По традиции прячу для вас заветные, хрустящие, манящие 100 долларов. Чтобы найти заветные 100 долларов в Куско, отправляйтесь в долину реки Урубамба к отелю Sky Lodge Adventures Ewing. Там, под вагончиком, где начинается подъем в отель и спрятан клад от перезагрузки. Ну все, дело сделано. Удачи! О, завтрак. Поспать мне толком не удалось. В три часа утра за мной приехал автобус с экскурсионной группой. Сегодня мы отправимся к еще одному чуду света. Я еду на радужную гору Винни-Кунка. Нас ждет пару часов в пути, так что у вас есть время поспать. Все готовы? Да. Парень спросил, готовы ли мы, а я даже еще не проснулся. Тур стоит 30 долларов. В него входит трансфер к подножию горы, входной билет, перекус и гид, который отведет к радужной вершине. Дорога горе Винни-Кунка ведет по извилистым серпантинам через глубокие горные ущелья. Автобус везет к точке на высоте четыре с половиной тысячи метров над уровнем моря. Итак, друзья, пришло время рассказать, зачем я сюда приехал. Моя цель – это радужные горы. Высота, на которую мне предстоит подняться, это пять тысяч двести метров. Как я это сделаю, я пока не знаю, но надеюсь, что все будет хорошо. Ну что, погнали. Чтобы подняться к радужным вершинам, нужно топать вверх еще почти пять километров. Местные это поняли и быстренько организовали бизнес. Если путешественник не хочет идти вверх на своих двоих, может пойти на чужих четырех. Двадцать долларов – это много. Для перуанцев это золотая жила, так что торговаться с ним бесполезно. Если ты не возьмешь лошадь, обязательно найдется какой-то мажор, которому не жалко отдать двадцать долларов. Зе зависть. Уже сейчас я понимаю, что неподготовленному, не акклиматизировавшемуся туристу здесь будет очень сложно. Прям очень. Нужно обязательно готовиться, несколько дней побыть на такой высоте и только потом подниматься. Иначе горная болезнь гарантирована. Добавьте к этому жирную грязь под ногами ледяной дождь и ветер. Высота 4 600. Дышать тяжело, но красиво капец. Просто глазам свои не веришь от такой красоты. А вот эти маленькие, маленькие белые точки – это не камни, это ламы. С такой высоты они сливаются с камнями, их даже не видно. Но даже эти виды не спасают от горной болезни. Пришло время для моего волшебного баллончика. Вода, еда, кислород. Символ этих мест – священная птица инков – андский кондор. Это самая большая птица на земле, которая парит на немыслимых высотах. Круто, что сейчас любой турист при деньгах тоже может почувствовать себя кондором. Нужно лишь заказать полет на параплане. Сейчас мне будут завидовать все индейцы, потому что я как священный кондор поднимусь высоко в небо. Привет. Меня зовут Анастасия. Привет. Я готова. Да, приятно познакомиться. Добро пожаловать в мой офис. Первое время твои руки должны быть здесь. Когда я скажу «садись», ты перехватываешься за стропы. И в этот момент нужно садиться. Когда земля уйдет из-под ног, тебя дернет. Вот так. Это когда будет? Главное – не переставай бежать. Страшно, страшно, страшно. Я еще бегу первая, понимаете? Не за ним. Не пристегнута к ним. Я в отдельной люке сейчас побегу вперед. Ты готова? Я не знаю. Ты бегаешь? Ты бегаешь? Бегу, 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 бегу. Ох, не знаю. Надо постоянно садиться глубже, чтобы… Блин, как классно! Ой, не могу аж до слез. Ой, душечки мои. Мамочка! Вау! Просто нереальной красоты местность никогда бы не подумала, что Куска может быть таким роскошным, таким красивым. Ландшафты, горы, зелень. Друзья, это не передать словами. Как вообще такое придумали? Чтобы человек парил над землей. Такие моменты хочется оценить просто каждую секунду. Каждую. Даже если все как-то плохо, я не знаю, даже если грустно. Все равно просто дышать полные груди и благодарить Бога за то, что у нас вообще есть возможность жить на этой планете. Ну посмотрите, как красиво. Да не мое лицо заплаканное Соня в воздухе. Ну как можно быть равнодушным? Два с половиной часа вверх. И все, точка невозврата уже пройдена. Потому что место, откуда я пришел, уже не видно. А моя финальная точка, вот она. Вот она. А высота 4950. Последние шаги, самые сложные. Еще чуть-чуть и все. Вот она, вершина горы. Пять, черт их возьми, двести. Так, у меня заявление официальное. Сейчас перезагрузка побила рекорд Регины Тудоренко в Непале. 5200 метров – это официально самая большая высота, на которой когда-либо поднимались ведущие «Орла и решки». У меня теперь нету кислорода, ребята, мне нужно немножко подышать. Господи, как это круто. Вообще все. Каждая головная боль, каждый шаг стоил этого вида. Просто посмотрите. Это божественно, честно. Я такое красоты никогда в жизни не видел. Как здесь невероятно круто. 360 градусов красоты. Там, 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 вот там. Это настоящее чудо природы, черт возьми. Тысячи лет этот пейзаж был скрыт от человеческого взора снежными шапками. Но из-за глобального потепления снег растаял и в 2016 году первые туристы увидели этот невероятный пейзаж. В переводе с языка кечуа название этой горы переводится как «гора цвета радуги». На самом деле, мне кажется, что цветов здесь гораздо больше, чем в радуге. Посмотрите, здесь и красный, и желтый, и фиолетовый, и зеленый, и коричневый, и бордовый. Ученые теряются в догадках, почему Венихунка такая цветастая, как перуанская пончо. Есть версия, что сто миллионов лет назад здесь было озеро, в которое впадали реки и ручьи. Они и намыли здесь вот эти полосы из разноцветных минералов. Как же я хочу, друзья мои, чтобы вы ощутили вот ту эйфорию, которую я сейчас ощущаю. Чтобы вы увидели своими глазами эту красоту. И чтобы также насладились вот этим моментом истины, которым я наслаждаюсь сейчас. Блин, ради этого стоит жить. Лучше всего закончить приключение в куска на индийском ужине. И попробовать традиционное перуанское блюдо пачаманка. Его я заказала заранее, потому что готовится оно шесть часов. Надеюсь, я вовремя приехала. Ну смотри, столик уже готов. Я как раз такая голодная. Ола! Хай! 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 Настя видеть вас! А где мой блюдо? А что это? Хам! 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 А что это? Это могила какая-то, ребята? Вообще не понимаю, что здесь происходит. Но я так понимаю, что простите, в этой могилке мое блюдо. Пачаманка переводится с языка кечуа как земляная кастрюля. А его приготовление – целый ритуал. Сначала в земле роют яму, строят в ней каменный купол и прогревают его костром. На эти камни укладывают несколько видов мяса – ламу, курицу, альпаку и свинину. Кладут бананы, картошку, бобы и кукурузу. Все накрывают травой и засыпают землей. Четыре часа, продукты там томятся. И али. Оп! Я первый раз в жизни вижу, чтобы так подавали блюда. Я ко всему привыкла – вок, сковородка, гриль, решетка, все что угодно, но только не земля. А что, друзья, зачем мне сидеть за этим столом и вилкой-ножечком поедать вот эту потрясающую картошку с мясом? Это ж такая компания, такая атмосфера, прям душа просто поет. Это ж вот как друзья сейчас вокруг сядем, поедим, поделимся историями из жизни. Вот он, главный-главный-главный ингредиент этого блюда – это мяско, которое томилось четыре часа. Это мясо там не тушится, оно там не приготавливается, с ним происходит какая-то магия, я не знаю, какое-то волшебство. Лучшие шаманы, просто боги, ангелы все сходятся просто вот к этой точке и читают свои просто самые лучшие заклинания, для того, чтобы это мясо стало таким магическим, таким волшебным, вкусным. Друзья, все идеально. Пачаманка – это праздничное блюдо. Его едят всегда компанией, с музыкой и весельем. Знаете, я сегодня для себя поняла кое-что. Не важно, ужинаешь ты в дорогущем ресторане, либо где-то в шалаше. Если в этом ужине, в этом вечере присутствует душа, то это априори будет самый лучший ужин в своей жизни. Вот сегодня у меня как раз такой. Раньше бы думали, что только большие города, вроде Токио, Лондона или Нью-Йорка могут быть туристическими столицами. Пока не попали в маленький пасторальный Куско. Мне, наверное, лучше выйти из кадра. В Куско в тебе просыпается деревенская девчонка, и ты уже не можешь и часа прожить без приключений. Лезешь то вниз, то наверх, по камням, по скалам. Я просто иду в гости. По грязи. Это должен попробовать каждый. Пять вести! Кого-то она мне напоминает. Ну посмотрите, как красиво. Как они это сделали? Просто верить, наверное. А я тут вроде как танцующий миллионер. До свидания. До свидания. До свиданица. Всем до свиданица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коман Стас, привет! Какой Стас, Антон? Все вот эти вот шуточки, ну два года уже знакомые, а ты все Стас-то. Ладно, скажи, как тебе Куско? Да как мне Куско? Крутейший город, красивенный, старый, многогранный. Да, Антоха, я с тобой сто процентов согласна. Знаешь, помимо того, что Куско красивый, он еще и богат на экстремальные развлечения. Ты знаешь, есть такие, от которых одно место… Я же сегодня рекорд поставил. Рекорд Орла и Решки, понимаешь? Я, ну то есть как бы мы, но вообще я поднялся в высоту 5200 метров. Это рекорд всей программы Орел и Решки, понимаешь? Круто. И главное, что я понял, что когда ты берешь высоту, которая вчера была недосягаемой, ты понимаешь, что любая цель, любая цель вообще, ну может быть покорена… Вот помоги мне, покорена или… Покорена. Ну вот покоренная. Мне здесь, знаете, нечего добавить, кроме того, что увидимся с вами в следующем городе. А тебе пора спайточки покореналые. Нет, послушай, мне нужен немножко кислорода, потому что там на высоте, там же очень мало кислорода и горняшка схватывает, понимаешь? Начинаешь ржать, вот истерика, вот просто истерика. А это точно от горняшки было, а не от ямайских еще каникул?